давненько я не снимал вот сегодня 5 пятница такой более-менее легкий день то опять все прошли недели все по ночам да по ночам ездил сейчас вот я тут по месту одно место разгрузил мясная фабрика по изготовлению колбаски интересным образом что он находится напротив кладбище вот такое вот кладбище место это называется и береген вот такая церковушка вот там вот вдалеке между деревьями видно вот там вот эмблемка этой фирмочки вот продянул немножко дальше вперед там один за возмущался горит отъезжай вот отъехал я маленечко стал тут жду а чё я стою то жду пока этот позвонит испонент пока еще не знает куда мне посылать туда чего у нас а ну здесь вот жилой массив здесь дома такая тихий уголочек здесь где обычно большие машины не ездит включил телефон чтобы немножко сделать сумму не знаю грустно это или интересно ну в общем вот так выглядит маленькая кладбище в одной из частей убер герна убер герна тоже городок такой так и как обычно в любом на любом кладбище всегда есть церкви где отпевают ушедших немножко так приближе хотя бы чтобы он чуть-чуть было видно ладно ребят а мы в общем поедем громко очень окно открытое в общем позвонился только что сказал вернуться обратно что-то планы поменялись хотел вообще-то поехать правит меня в лебах там еще чем-то загрузиться но сказал обратно в нагель приехать наверное у нее какой-то есть загруженный трейлер надо вы куда-то отвезти я так понял ох уж эти пенсионера остановится посмотрят осудят совет дадут и дальше поедут да видите навигатор знает что дорога закрытая иначе бы навигатора повел прямо все-таки молодец мой навигатор молодец он закрыта одна полоса только встреч оттуда только можно ехать туда полностью закрыта но нас ребят еще лето хоть по ночам стало немножко прохладней 10 там 9 8 градусов 6 градусов по ночам но а днем жарит блин вчера тоже было около 30 градусов жарко было а но еще одна причина ребят того что как бы не очень-то снимается на youtube потому что короче немецких ютюберов тоже водители уже двух человек взяли за жопу тоже них такой же формат примерно как у меня тоже снимает на автобане там и мало того что человек зовут его саша немец вот мало того что он даже запикселивает номера машин на автобане где он едет у него с нижней части всегда запикселиваны машины когда близко едут номера не видно и то у него короче это антсайга так сказать в общем короче взяли за жопу его сейчас суды и все такое короче это все то о чем боятся ютюберы и чего стараются смотрю по сторонам отвлекаюсь и чего старается избежать так что посмотрим поэтому не знаю я вот себе тоже думки делаю как-то изменить формат канала тем более что все таки как бы это не было как бы не было интересно многим людям смотреть дальнобой дороги грузовики все таки тема дальнобоя в себя потихонечку исчерпывает все таки интерес пропадает ютюберов очень много по этой теме все уже насмотрелись все же нас на нагляделись все увидели все услышали поэтому интерес теряется у меня тоже вон на видосиках очень мало просмотров хотя вроде семнадцать тысяч просмотров семнадцать тысяч просмотров хорошо было бы конечно семнадцать тысяч подписчиков просмотров а просмотров очень маленькие от тысячи до трех тысяч просмотров на одном видео лайков так вообще мало вроде комментарии позитивные люди пишут что нравится лайкосиков мало почему-то что-то жадничает народ жадничает выехал я еще разочек с доставкой и потом надо будет еще поехать и в двух местах забрать и все и привезти обратно на на наголь туда на ферклинген время сейчас половина второго сколько-то все займет непонятно куда-то чуть непонятно вот она эта фирмочка а слушая я был здесь уже сейчас он вон туда вот в ту узкую щель надо в это заехать в тот узкий проход твои мать а как тут я был здесь один раз уже я вспомнил нет я думал про другую фирму здесь очень много разных шмитов вот одна из шмитов еще будем посмотреть куда ехать ладно прежде чем я дальше будут залазить пойду посмотрю не оторвал ли я крылья на машине такой сильный изгиб был наклон капец потом пойду узнаю тут ли я или здесь ну Ну, капец, что-то выезд. Едрем батон. Но вот этот вот стал здесь вообще не по теме. А как же я его сейчас буду? Я его сейчас буду резко налево поворачивать. Я же его у пленета зачеплю его. Пацаны на великах еще. Давай, давай. Давай, пацаны, давай. Надо же, а? Идея в том, что я только-только подъехал. Я еще видел, как эта аварийка моргала. Кто-то закрыл и пошел. Шестое сентября, ребят. Видите, пока еще все зелено. Я вот помню, у нас вот в России, в Омской области сентябрь же все. Уже листва все отпадает. Все листья лежат желтые. Ну, может быть, не первого сентября, не начале сентября, но тем не менее. Здесь оно все будет еще до октября месяца. Все будет зеленое. Юхум. Сейчас посмотрим, что мы будем грузить. Юхум, это вообще-то гетраиды, пшеничные культуры всякие разные. Мука, пшеница, там, не знаю, вот такие вот вещи. Они перерабатывают, обрабатывают. Через 300 метров поверните налево. Затем, в конце дороги поверните направо. Хорошо. Это Лебах, ребят. Лебах. Тоже городок такой небольшой. Так, прямо нельзя, да? Ну, это понятно. Поверните налево. Затем, в конце дороги поверните направо. Ну, это я в курсе уже, да. Я там был уже один раз. Ой, один раз. Поверните направо. Затем, поверните направо. Я был там уже не один раз, я хотел сказать. Там очень такой неудобный заезд. Вот она, тот Юхум. Пшеница. Пшеница, мучной отдел. Не знаю, что будут грузить, без понятия. Но встану пока куда-нибудь, не знаю куда. Встану прямо здесь. Встану прямо здесь, и все. Все, немножко дольше время я здесь потратил. Чем ожидал. Вроде не... Но все равно. Загрузился, и ладно, слава богу. Человек замещает кого-то в отпуске. И он это все очень долго делает. Пока искал... Ой, как это, как это, как это. В общем, сейчас едем на следующую загрузку. Я с правой стороны нифига ничего не вижу. С правой ничего не вижу. Вывернуть не могу. Буду смотреть, значит, на этот... На это сферическое стекло. Зеркало. Вроде никого нету. А нет, есть. Пришлось подтормозить народу. Ну, ничего не поделаешь, ребят. Уважайте, пропускайте грузовики. Они же вам возят еду и все, что вам нужно. Ах, такая тенденция тоже ужасная. Никто грузовики не любит, когда они мешаются ехать на автобане, на дорогах, еще где-нибудь. Раздражают. Ну, а как вы, ребята, хотели? Без нас, естественно. Дороги были бы пустые, да? Ну, и не забывайте, что ваши холодильники тоже будут пустые, если мы не будем ездить. Так что, ребята, взаимное... Трудное слово. Взаимоуважение. Вот. Видите, грузовик где-то тяжело поворачивать. Отступитесь немножко. Отъедьте подальше. Дайте развернуться. Или повернуть, потому что или вправо, или влево, когда грузовик поворачивает, ему надо немножко заехать на встречную полосу. Запоминайте, ребят. Поверните направо. Я там немножко с одним поговорил, который там работает. Он говорит это. Ту, которую муку идет в пекарне для хлеба, для булочек, она, говорит, немножко другая, чем в магазинах. Допустим, у нас в магазине они, ну, как они классифицируются по номерам, которые мы в магазине покупаем, это 405-е. А здесь, которые вот они делают для пекарен, для, ну, для больших, для большого производства. У них там 550-е. и он что-то рассказывал, какие-то там научные слова, но, в общем, там содержание минералов больше. И, насколько я его понял, это 505-е, 550-е мука, она типа лучше. Я так понял его. Я его переспрашиваю. Так, я говорю, можно сказать так, что вот это 505-е, она лучше, чем та, которая в магазине продается? Да нет, так тоже нельзя сказать. И, короче, я так и не понял, ребят, в чем разница, не понимаю. Вроде не дурак, немецкий хорошо понимаю, но он как-то так высказался, что я его не понял. В общем, ребят, если кто-то знает какие-то такие нюансы, напишите, пожалуйста. Объясните, блин, мне, неопытному пекарю. Через 300 метров развернитесь на кольцевой развязке. Второй съезд. Так, это мы были сейчас вот в Лебахе, и сейчас вот мы заезжаем в Эппельборн. Здесь вторая фирма тоже называется Юхэм. Это тоже у них как один концерн, одна фирма, но в разных местах. Все занимаются разными вещами. Хорошо. Спасибо. Хоть поворотник включил. Ну вот так вот, ребят, вот такое видео ни о чем. Абсолютно. Просто хотел еще раз отметить, сказать, что я здесь, что я никуда не делся. Видео буду снимать. Но думаю о том, как бы поменять немножко контент. Потому что тиски зажимают Германия со своими законами. Ничего снимать нельзя. Вот это вот все, что вот я вот сейчас снимаю, это нельзя снимать. Ни улицы, ни дома, ни номера машин, ни людей. Ничего нельзя снимать. Когда-нибудь, если кто-нибудь на меня обратит внимание, допустим, с властей, то мало не покажется. Тоже иск подадут на меня и в суд. А там же будут решать, что со мной делать. Казнить или миловать. И все равно, что ты будешь потом объяснять, что я не со злых побуждений, или я законы не знал. Сами знаете прекрасно. Незнание законов не освобождает от наказания, что ли. Об ответственности. А, не освобождает от ответственности, да, незнание. Вот. Церковь какая-то. Не какая-то церковь. Я уже много раз видел. Так, сейчас нам надо где-то повернуть налево. Я-я-я. Я-я-я. Нет, сейчас. Сейчас, маньшатся. Сейчас, маньшатся. Завернем налево. Только нам еще надо до туда доехать на поворотах, чтобы повернуть налево. Ядрем батон. Смотрите, какие узкие тут заезды. Как же заезжать-то тут сюда налево. если бы я не знал, что сюда заезжать можно, я бы сказал, ядрем батон. Что за фигня? Поверните налево. Разве сюда можно заезжать? Да, ребят, можно. Иначе до этого Юхума не проехать. Спасибо, бабушка. Спасибо, бабушка. Так, подожди, сейчас надо. Через 100 метров поверните налево. Затем вы прибыли в место назначения. Ага. Итальяно. Ресторан итальянский. Вот он этот Юхум. Поверните налево. Затем вы прибыли в место назначения. Дело в том, что везде разные места. Много рамп. Я не знаю, где грузиться. Обычно вот на этих рампах я обычно, насколько я помню, сюда разгружаюсь. Грузиться, когда я последний раз здесь был, я грузился вон там. Спасибо, Анечка. Спасибо. Спасибо, маньчат. А грузиться я грузился вот здесь вот в последний раз. Когда я был здесь. Сколько было? Месяца 4 назад, наверное. что-то тишина тут вообще. Что такое? Какое дерьмовое, говорит, это корыто. Нет, ребята, я, в общем, туда подъехал, встал туда, вышел из машины. И вот этот мужик, который вон сзади идет, в зеркале видно, не видно. Он свистит, говорит, давай сюда подъезжай. Ну, я сюда немножко задом сдал. Он подошел, бумажку взял у меня, говорит, сейчас, говорит, пойду посмотрю, сейчас решу, говорит, посмотрим, где грузить. Время, кстати говоря, уже начало четвертого. Все немножко затягивается. Я, конечно, с опыта знаю прекрасно, что это все время занимает, но все равно каждый раз надеюсь, что, ну, что-то хочется быстрее, чтобы все это происходило, но нифига. Всему свое время. В общем, все, для всего нужно время. Любые действия требуют свое время. Вот так. Аль-За, если по-немецки сказать, alles braucht seine Zeit. Всему нужно свое время. Вот так вот. Он пошел, посмотрел, проверил еще раз. Говорит, туда надо. Здесь немножко все быстрее прошло, чем на предыдущей ферме. Так, девушка, осторожней. Машина, да... ешкинку, да шишу, не дайте-то мне выбрать немножко. Здесь быстрее немножко все это заняло время, чем на предыдущей ферме, где я загрузился. Смотри, какой мотоцикл старенький. фаршули. Это... как сказать, фаршули. Е-мое. Но где на права учиться-то? Автошкола, е-мое, да че ше, блин. Не соображу-то никак. Сам работал в автошколе, сам был инструктором по вождению. А сейчас сижу, блин, не знаю даже, как назвать, да, ребят, шесть месяцев. Шесть месяцев я отработал инструктором по вождению. Мне нравилось людям, людям, которых я учил, тоже нравилось, как я это все преподаю, преподношу. Сам-то еще пацан был, еще у меня там мне 30 лет не было. А я этот вождением... Но все равно сколько у меня на то время было. Где-то лет 10-12, лет 13 у меня было уже опыта вождения. Две группы по три месяца. В общем, 60 человек. 60 человек я научил ездить. Ну, кто-то хорошо ездил, кто-то не очень. В общем, забавные разные истории было. Я уже, кстати говоря, стал это забывать. Я многих людей уже... Да я, наверное, большинство людей уже не помню, которых я обучал. Ездил я, кстати говоря, на ГАЗ-52. Забавная машинка была. Это на севере, ребят, это было в Когалыме. Середина 90-х. Это, по-моему, 96-й год. Да, 96-й год, да. но тем не менее, людям нравилось, как я обучал. Но... Я бы, наверное, там еще дольше остался работать, но дело в том, что... этот хозяин, начальник автошколы почему-то посчитал, что зарплату можно выплачивать не каждый месяц. И то, что нужно покупать и содержать семью, это как-то не интересовало, поэтому мне пришлось оттуда выйти, к сожалению. А так коллектив был вообще отличный, хороший. Фирма называлась Автотехника. Пришлось оттуда уволиться, потому что денег не было, не платили. Пошел я потом на этот... в КТПС обратно. Когалым трубопроводстрой. Работал я это. Отучился, сделал ускоренный курс. Сделал себе корочки ППУшника. Это передвижная паровая установка. Вот, на ней я работал. Но это уже другая история. Ладно, ребят, ну все тогда. Сегодня вот такой вот денечек. Вроде как необычный, я в тот же момент и обычный. Поэтому всем всего хорошего, ребят. Всем хорошего выходных. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok